Как пережить 8 марта? Особенно если у тебя в семье все женщины, ну или наоборот. В общем, мужской взгляд на женский праздник. Смотрим. Семье слышен с четверо мужчин и одна любимая мама. Говорят, создали целый штаб по подготовке к празднику. Спецоперация называется 8 марта. Самое сложное – подготовить все в тайне. Цветы от папы, разноцветные шары, поделка от самого младшего сына. Ну и ароматный пирог. Именно так встретила Светлану и ее семья. Сюрприз определенно удался. Пойти очень долго. Хотели, не знаю, пойти подарить какие-то цветы, либо же открытку. Но мне кажется, подарок своими руками будет выглядеть лучше, чем что-то купленное в магазине. Пирог – это была довольно-таки хорошая идея. Мы решили ее осуществить, нашли в интернете рецепт. А в семье мороз ситуация в корне другая. Из мужчин один папа, зато девушек целых три. Две дочери и жена. С утра 8 марта папа своим девочкам цветы подарил, как без них. А еще рискнул праздничный стол накрыть. Вечером шашлык пожарит, картофляники испечет. Первый раз в жизни, к слову. А пока салат оливье готовят. Спросил жену, что нам нужно для оливье. Сказала, нарезать, нарезать. Попробую. Получится вкусно? Нет. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будет ужин, приготовленный не ими, а папой. Так что можно отдохнуть и повеселиться. Ну это классно, когда только папа готовит. Потому что ты можешь просто посидеть. Ну, уделить время самой себе. Отдохнуть. А потом просто наесть. 23 февраля, 9 мая и все года, кто трудится, девушки. А на 8 марта пусть девушки отдохнут уже. Хочет один день. Вот такой он день. 8 марта. Сколько бы женщин в семье не было, мужчины стараются каждой уделить внимание и подарить праздничное настроение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok